друзья привет всем на нашем канале всех приветствуем я меня зовут роман кто не знает за кадром лиля она у нас сегодня в качестве оператора сегодня хочу приготовить одну из самых вкусных разновидностей яичницы это шакшука настоящий шакшука так как я ее готовлю потому рецепту который мне нравится если вы до сих пор думаете что обычная яичница с помидорами и шакшука это одно и то же вы глубоко заблуждаетесь обязательно рекомендую попробовать приготовить готовить мы сегодня будем в большой или покажи готовить мы сегодня будем в большой сковороде наши уже полюбившийся нам по традиции сейчас все продукты нарежем так как я люблю когда все нарезано что потом не отвлекаться уже от процесса приготовления а прежде чем я продолжу хочу сделать небольшое отступление у нас появилась группа вконтакте ссылочки будут в описании также в шапке канала будет закреплены ссылочки обязательно переходите подписывайтесь на наш на нашу группу вконтакте также у нас есть тик ток в тик токе выкладываем короткие ролики нам будет это приятно будем там общаться вконтакте можете писать свои пожелания выкладывать свои рецепты какие вы готовите может быть действительно что-то интересное мы у вас увидим и тоже приготовим но сейчас давайте пробежимся по ингредиентам значит естественно это у нас куриные яйца будем готовить штучек 6 наверно возьмем самый главный ингредиент здесь это зира обязательно будем добавлять ее ее нужно много сахар перец паприка соль лук репчатый где-то полторы головки наверно уйдет сладкий болгарский перец и томаты в собственном соку я очень люблю делать именно из этого продукта можно взять обычные томаты можно их очистить все делают все готовят по-разному здесь кому что нравится я люблю делать из очищенных томатов собственно соку благодаря нам не требуется добавлять томатную пасту так как здесь уже как бы ну все есть и томатная паста и помидоры и так давайте приступим к нарезке сейчас быстренько все нарезаем а потом пойдем на улицу уже непосредственно в сковороду и будем готовить лук я буду нарезать не мелко ну и вот таким образом так перец болгарский тоже порежем не мелко но и не очень крупно где-то примерно вот на такие части три штучки перца болгарского для буйства цвета и красок возьмем зеленый перчик чтобы это эстетично еще и смотрелось возьмем три зубчика чеснока также мелко порубим зелень сразу приготовим она нам понадобится для подачи уже здесь у нас пучок кинзы просто порубим мелко так с кинзой закончили и пока уберем сторонку пусть ждет свою очередь и смотрите теперь здесь здесь у нас томаты в собственном соку я их сейчас разомнул я возьму 4 штучки принципе то я думаю будет вполне нам достаточно и разомнем так чтобы они разошлись вот таким образом мы их размяли здесь у нас получается и томатная паста и непосредственно томаты все друзья ингредиенты все подготовлены все достаточно быстро делается но блюдо подразумевает собой как быстро это как завтрак можно использовать все переходим к печке а прежде чем мы перейдем к приготовлению нашей шакшуки в сковороде предлагаю вам посмотреть рекламу тульских самоваров компании самоваров град у которых я покупал свой самовар обязательно рекомендую перейти по ссылочке в описании и в первом закрепленном комментарии обязательно приобрести себе настоящий тульский самовар там уже выберите сами какой промокод на скидку при покупке самоваров я оставил также в описании переходите смотрите покупайте так как я коренной туре туляк у меня естественно есть настоящий тульский жировой самовар тулы издревле славится своими самоварами свой самовар я покупал на фабрике самоваров град эта компания занимает лидирующие позиции на рынке по производству и продаже самых настоящих тульских самоваров ассортимент этой фабрики просто впечатляет хиты продаж это жировые самовары различных форм и объемов от двух с половиной до девяти литров также есть электрические самовары подарочные расписные самовары и даже есть эксклюзивные модели помимо этого фабрика выпускает мангалы очаги для костра матрешек неваляшек и многое многое другое и это еще не все профессионалы фабрики помогут вам отреставрировать ваш самовар расписать его и сделать любую гравировку фабрика осуществляет доставку в любую точку мира оплата всевозможными способами ссылку на интернет-магазин самоваровград точку ру я оставил в описании а также для вас оставил промо-код перейдя по этой ссылке и введя промо-код вы получите очень хорошую скидку итак друзья готовим наливку масле сковорода у нас на огне добавляем масло примерно грамм 5070 сейчас буквально ждем масло нагреется холодно мороз зима так проверим масло прогрелась нет еще еще не прогрелась масло у нас прогрелась отправляем лук лук буквально обжарим где-то минуты 3-4 чтобы прозрачным стал ну и разъединить разъединился это мой помощник пришел всегда со мной готовит так лук у нас начал становиться быть прозрачным чеснок отправляем сюда же так еще пару-тройку минут пусть еще по обжарится краев убираем все в центр центр на завтрак у нас шакшука мы с утра вышли слили пораньше чтобы хорошенько позавтракать делся немного отправляем перец обжариваем с перцем где-то минуты 3-4 не отходим от сковородки постоянно помешиваю чтоб ничего не подгорало так друзья где-то 35 минут перцем обжарили отправляем томаты собственным соку так сейчас у нас это все будет прогреваться ребят забыл начали забыл начали сказать еще либо водичка понадобится в нашем случае у нас бульон куриный добавляем огонь я уменьшил но так как сковорода у нас инертная чугунная пока она остынет теперь но надо немножко уменьшить чтобы это потомилась возьмем побольше бульончику подлили бульончику надо чтоб теперь все это делал нас протомилась так у нас пока овощи доходят не жалеем зиры прям ступку ее должно быть много можно немного соли давай о где у нас соль вот на у нас соль прям щепоточку можно размять руками но так будет гораздо интереснее гораздо сильнее она раскроется так смотрите чуть-чуть сахара так как помидоры немного дают кислину чуть-чуть совсем отправляем всю зиру зиры прям не жалеем немного паприки копченой мы добавим небольшую щепотку черного перца ну и естественно надо посолить щепотку соли так еще буквально три минуты томим и будем добавлять яйца так прям под каждое яйцо ложечкой освобождаем местечко так друзья теперь ждем пока яйца наш схватиться пока они начнут белеть огонь на минимум так как сейчас сильный огонь нам не нужен можно накрыть но я не предпочитаю не накрывать так друзья у нас процесс подошел к концу снимаем сковороду с печки опа вот так сейчас накроем она не горела а у меня слюни текут если честно так смотрите украшаем обязательно кинзой я стараюсь так что в желтки не задевать про много кинзы надо много она на морозе немножко под замерзла уже кинза от этого она не стала менее вкусный так друзья все шакшука наше осеннее морозное утро готова мы сейчас перемещаемся к столу всех приглашаем к нашему столу кушать прям со сковороды шакшуку мы всегда подаем и кушаем прям непосредственно со сковороды так как ну понимаете это блюдо национальное а ее принято кушать работ с огня и со сковороды мы сейчас переходим всем вам спасибо за просмотр подписывайтесь на канал пишите комментарии ставьте лайки гречик уже говорит давай закругляйся давай шакшуку кушать давай давай я тоже буду до гречик ребят всем пока спасибо за просмотр мы вас любим